Здарова народ, с вами Варчик. Очередной разбор ошибок. Очень интересная тематика у нас в этом бою, поскольку давно я хотел на эту тему поговорить. Очень она важна и встречается во многих играх. Игроки, которые делают много действий, думают, что потеют, нереально тащат, но за потоком нескончаемых действий своих, очень много мелких или крупных, просто нереально потеют, беспрерывно, просто беспрерывно что-то делают и, наверное, думают, что они, видимо, так жестче играют. Они так или иначе начинают себе мешать, мешать делать правильные действия. И, на мой взгляд, это ошибка, причем очень жесткая ошибка, если у вас уже это вошло в привычку. Итак, в этом бою человек будет делать беспрерывно много мелких всяких действий, которые вообще нафиг не нужны. При этом у него будут яркие, яркие проблемы с игрой, со стрельбой и, так сказать, в принципе, с игрой. Поскольку, вместо того, чтобы приехать и четко отыгрывать на позиции, не подставлять свои уязвимые зоны, давать врагам урон, когда они ошибаются, вместо этого мы сами ошибаемся, подставляемся и не четко, не стабильно, не результативно реализовываем ошибки врагов. Потому что мы все время чем-то заняты. Вместо того, чтобы быть готовыми к вражеским действиям, мы не готовы сами вообще ни к чему. Мы все время что-то там юлозим, дрыкаемся, дергаемся и мешаем сами себе. Вот сейчас выезжают ИС-3, и мы просто дергаемся туда-сюда, наезжаем на кочку, прицел чуть-чуть поднимается, стреляем ему в фальшборд, вместо того, чтобы четко стрельнуть в каток. И дальше вы увидите, таких выстрелов еще не один. И мы продолжаем дергаться, как будто бы это что-то нам дает. Да, если у нас какие-то там уязвимые зоны на голове, там, лючки какие-то в башне, там, и так далее, ездить наискосок по отношению к врагу, это хорошо. Сейчас мы зачем-то едем союзнику в жопу. Зачем, непонятно. Мы должны были просто стоять дальше за нашим укрытием и играть от башни, от рельефа. Толкаем его в жопу, начинаем ехать назад. Выезжает враг, и вместо того, чтобы быть в укрытии и четко дать по вражескому танчику урон, мы находимся без укрытия. Потому что зачем-то все время что-то делаем. А зачем мы это все делаем, непонятно. При этом еще у игрока есть такая проблема, он не может навестись четко и сразу на то место, куда хочет стрелять. Вот выезжает истрибоком. Нужно сразу с одного захода мышкой, вот берем рукой мышку, я надеюсь, у вас есть рука и мышка, берем с одного раза. Просто вот, хоп, мы на катке. Мы на катке, все, прицел на катке. Так должно быть. Не вот так, вот там, не знаю, там, через соседнюю карту мы, оп, навели на каток, еще тут елозим что-то. Мы не в контре с калаша стреляем. Нам не нужно при стрельбе там вниз мышку тянуть. Просто вот наш прицел, допустим, хоп, на катке. Все. Так должно быть. Мы так должны целиться. Допустим, каток нам не доступен. Тут, не знаю, бобер какой-то вылез и перекрыл каток там, или, не знаю, черепаха из-за поворота выкатилась. Нам нужно найти следующую зиму зону. Хоп. И мы уже находимся на другой веземой зоне. И все это должно быть быстро. Мы должны быстро прицелиться. И держать там прицел ровно. Все. Не должен шататься. Все. Не трогайте. Бросьте мышь. Когда надо будет, нажмете выстрел. И все. Нужно четко, четко переводиться с одного места в другое. И все. Делов-то. Не нужно лишних действий. Здесь нужно выцеливать точки. Либо вырезаемые точки на танке, либо перед танком выбирать точку. Если мы вдаль стреляем на упреждение. Вместо этого мы делаем много ненужных действий. Подставляемся. Теряем хп. И нанесли всего лишь один урон. Хотя мы могли нанести спокойно два урона уже. И продолжаем что-то там дергаться. Юлозить. Что-то там мы потеем. Мы потеем. Боже, как же мы потеем. А зачем мы все это вот что-то юлозим. И вместо того, чтобы быть подготовленным, когда враг выйдет, мы что-то юлозим везде, крутим, вертим. Мы не готовы. Честно. Мы не готовы встречать врагов. Мы не наказываем их. Вместо того, чтобы наказывать врагов за то, что они ошибаются. Мы в момент ошибки врага начинаем воспроизводить свою ошибку. Мы должны просто приехать на позицию и наказывать врагов за ошибки. Четкой стрельбой. При этом должны сами находиться в укрытии. И не показывать свои уязвимые зоны, в которые можно наносить урон. У нас всего лишь один урон. А враги подставились нам. Ну минимум раза четыре, а то и пять. То есть мы могли нанести уже тысячи две урона. И враги бы ощутили, что что-то у нас уже хп не хватает. И нам что-то уже здесь плохо. Но вместо того, чтобы наносить урон, мы что-то там дергаемся. Все время дергаемся и дергаемся. И счет уже 1-4. И хп у нас уже заканчивается. Здесь даем урон по 2-7-7, который просто стоит. Ура! Наконец-то мы дали целый второй урон. И мы делаем ошибку еще одну. Мы не заряжены. Мы не заряжены. Мы не составляем угрозы. Мы выехали и стоим. При этом у нас щека торчит в эту дырку между трупами. Зачем мы здесь стоим? Неизвестно. Нас никто за это не наказал еще. Продолжаем тут за чем-то стоять. Ведь можно было просто отъехать чуть-чуть назад, спрятаться за трупик и все. А если нам нужно выехать стрельнуть, мы выезжаем и стреляем. Зачем находиться в простреле врагов, когда мы даже не заряжены? То есть мы даже не можем иметь возможность разменяться выстрел на выстрел. Опять мы подъезжаем за чем-то сюда, когда мы не заряжены. Когда мы не заряжены, мы вообще не должны на врага лезть. Зачем? Наносим урон по 277, который просто стоит в фулл рост. Он вообще весь бой против нас, враги особо-то и не сейвятся. И в принципе бой простецкий. Очень простецкий. Но он будет доведен до катастрофических действий. Там вообще уже будет бой просто физмедеде. А все почему? Потому что мы с самого начала боя не реализовываем ошибки врагов. Потому что мы заняты своими мелкими дерганьями, которые не нужны. И сейчас вместо того, чтобы четко стрельнуть в Т-30, мы так долго юлазили прицелом, что уже испугались, что Т-30 нанесет нам урон. Начали ехать назад и стрельнули в труп. И все это из-за нашей нечеткой стрельбы. И сейчас мы зачем-то опять лезем в дырку, когда мы не заряжены. Наконец-то нас наказали. И все равно мы стоим в простреле 2-7-7 и выезжаем, стреляем. Таких глупеньких врагов еще нужно, я не знаю, найти. Это раз. А второе, ну блин. Ошибка на ошибке. Ошибка на ошибке. И только сейчас у нас 2000 урона. Но 2000 урона у нас должны были быть пару минут назад. Если бы мы играли четко. Если бы мы стреляли четко и реализовывали четко вражеские ошибки. Сейчас будем долго толкать трупик вперед. Долго толкаем трупик вперед. Это очень интересное занятие. Даже сделаем чуть-чуть побыстрее. Толкаем трупик вперед. Можно было спокойно справа от трупика выезжать и от башни играть. Но наш герой никуда не спешит. Преимущество же в бою у врагов. Куда нам спешить? Наконец-то мы что-то тут дотолкали. И появилась у нас какая-то тут дырка на Т-10. И мы чудом попадаем в Т-10, стреляя практически в правый внешний каток. Подставляем щеку под него, куда он нам и наносит урон. Вот так вот. И продолжаем толкать трупики. То есть, наш герой очень слабо реализовывает моменты. Поэтому преимущества он вообще не способен накопить. Я не смотрел, сколько там процент побед у нашего героя и какая у него статистика. Но мне кажется, с такой игрой процента побед высокого не может быть. Поскольку, чтобы высокий процент побед был, нужно четко и быстро убивать врагов. И с самого начала копить преимущество, чтобы к концу боя враги нас не задавили кучей. Потому что у них хп много. Здесь посмотрите, как мы долго выцеливаем Т-30. Еле успели по нему стрельнуть. И то, блин, чуть ли не на дом навелись во время выстрела. И при такой игре не может быть высокого процента побед. Потому что надо с самого начала, с первой минуты убивать врагов. И не подставляться самому. А мы подставляемся и не наказываем врагов. И у нас только сейчас 2800 урона. И почему это все произошло? Потому что враги вообще никакие. Они ничего не делали. Они просто стояли всегда перед нами, как попало. Столько уязвимой зоны они нам подставляли. И ничего не делали. При этом, вместо того, чтобы их убивать, мы просто были заняты дерганием всяким. Нужно очень сильно потренировать данному игроку и тем, кто стреляет точно так же, стрельбу. А именно, наведение на уязвимые точки. Нужно сразу, быстро, четко, с одного захода наводиться туда, куда мы хотим стрелять. Только в таком случае у нас будет четкая, грамотная стрельба. И нужно избавляться от этих привычек, непонятных дерганий. Если у нашего танка есть какие-то уязвимые зоны, которые торчат, и враг может их выцелить, нам нужно манцевать, двигаться. Либо нужно ромб выставлять, либо нужно ромбик менять. Если мы едем, допустим, а враг стреляет задалека, нам нужно поворачивать танк влево-вправо, и он может ошибиться и стрельнуть не туда. Если вблизи он что-то нам выцеливает, нужно наискосок ездить, чтобы наши уязвимые зоны по горизонтали двигались влево-вправо. Но нужно двигаться таким образом, чтобы враг не запомнил, докуда мы выезжаем, заезжаем, и не выбрал точку, где наша уязвимая зона сама заедет ему в прицел. Об этом всем нужно думать, а не о каких-то там дерганиях на кочках и туда-сюда. Наш танк всегда должен быть в укрытии, мы должны всегда быть готовы к вражеским действиям и четко использовать любую секунду, когда враг подставляется. Четко, быстро наводиться и сводиться до того момента, пока враг позволяет и наносить урон. Вот, в принципе, и все. По тактике в конце боя игрок покажет нам, что что-то у него там происходит в голове, и дотащить бой до конца он может. А вот создать преимущество, реализовать ошибки врагов, этого он не может. Он молодец, что по тактике в конце боя отыграет хорошо. Он понимает, что 705-й поехал его объезжать. И поэтому разворачивается и едет его встречать. Но, опять же, он понимает, где кто примерно двигается, но он делает все, опять же, безалаберно. Если ты едешь встречать здесь 705-го, то выйди так, как ты его собираешься встречать. Не ногами вперед, а выйди от бортика, от башенки, или еще как-нибудь от трупика. Вместо этого он просто берет и выезжает двумя катками вперед. 705-й мог бы нанести сейчас очень хорошую плюху нам, потому что у него большая льфа. Нам очень сильно повезло, что 705-й не нанес урон. Но, если мы выезжаем куда-то и собираемся там встречать врага, то нужно и делать это правильно, а не просто лишь бы как-нибудь. Сейчас мы едем сбивать базу. И, в принципе, тут ничего такого заумного нету, просто едем к базе, с неожиданной стороны. Поскольку врагов мало, то можем пользоваться всей картой, как нам нравится. Приезжаем здесь, FV-207, стреляем ему в бортик и отъезжаем. Все. Мы засветились, сбили базу, и наш герой понимает, что сзади Т-30 может приехать, чтобы нас убивать. Он это все понимает, но, опять же, если ты это понимаешь, почему ты так безалаберно все это продолжаешь делать. Вот ты едешь к повороту, встречать Т-30. Выехал от бортика, чекнул один поворот. Вот. Второй поворот. А третий поворот чекать кто будет? Вот здесь Т-30 тоже может выехать, ведь он, если спустился под мост и поехал вперед, то он может выехать именно с этой улицы. Нужно было подъехать еще раз к повороту и бортиком отъехать так, чтобы чекнуть этот угол. Но поленился и поехал прямо двумя ногами вперед, как обычно. Убиваем Т-30. Благо, альфа там никакая большая у Т-30 не прошла. Убиваем его. Пока светимся, делаем вид, что едем налево. Потом отсвечиваемся, разворачиваемся, едем направо, типа как бы обманываем арту. Вроде бы, что-то по тактике у человека в голове происходит, но как же он все это делает безалаберно? Как же много он делал действий, которые вообще не нужны и слабо реализовывал вражеские ошибки. Вот, в принципе, и все. И насколько же он плохо нацеливается на врагов. Убиваем здесь фвшку. Странно, что в конце единственный куст, который есть на базе, вот тут кусты и тут еще какая-то фигня. Странно, что наш герой не нацелился сразу сюда. Понятно, что арта будет стоять здесь. Он смотрел куда-то влево. Непонятно тоже. В общем, что я хочу сказать. Не делайте много бездумных всяких действий. Они ничего не дают. Вы только лишний раз подставляетесь сами и не наказывайте врагов, когда они ошибаются. При этом стрельба должна быть четкая. Нужно мышкой мгновенно наводиться на то место, куда нам нужно стрелять. Поскольку во время стрельбы прицел должен стоять на одном месте. Если мы будем двигать прицелом и стрелять, и наш прицел будет большой, и мы можем промахиваться даже вблизи. С вами был Варчик и Рати Красиво. Всем пока.